МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После того, как тело расслабили тяжкие удары времени, после того, как руки и ноги отяжелели и перестали слушаться, разум тоже начинает прихрамывать, язык заплетается и ум убывает. Так много веков назад говорил римский поэт и философ Тит Лукреций Карр, добавляя, что при всех очевидных минусах все хотят жить долго. Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить о качестве жизни и проблемах людей пожилого возраста. А пока небольшая статистическая справка. Есть мнение, что со старческими болезнями ничего нельзя поделать. А болезни суставов, переломы и проблемы с кишечником будут сопровождать человека до конца его дней. На самом деле подобные мысли являются причиной депрессивных состояний пожилых людей и часто провоцируют появление такого серьезного заболевания, как деменция. Проблема эта имеет широкое распространение. Доказано, что каждые три секунды в мире становится на одного такого пациента больше. Это заболевание нельзя вылечить, но отсрочить его появление при грамотном подходе возможно. Кто в группе риска и что говорят врачи о мерах профилактики? Ответы на эти и другие вопросы узнаем у специалиста. А сейчас время представить наших сегодняшних гостей. О возрастной деменции сегодня мы будем говорить со старшим преподавателем курса психиатрии Гомельского государственного медицинского университета Натальей Викторовной Хмара. Здравствуйте. Помогать нам будут двое студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это Алина Грищенко и Павел Мамус. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Традиционно мы нашу передачу начинаем с первого опроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. По оценке Всемирной организации здравоохранения, более 60% пациентов с диагнозом возрастная деменция приходится на страны с низким или средним уровнем жизни. А какие социальные факторы и каким образом влияют на это заболевание? Ребята, вопрос для вас уже прозвучал. Можете готовить на него ответ. А мы пока начнем наш разговор. Наталья Викторовна, а какова природа возрастной деменции? Нужно сказать, что возрастная деменция – это некое конечное состояние, это синдром, который сопровождается дегенерацией клеток головного мозга. На сегодняшний день наблюдается постепенное увеличение деменции. Так, например, в 2010 году их во всем мире было порядка 35,7 миллиона. К 30-му году обещают, что их будет 65,7. Число пациентов увеличится? Да, 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 во всем мире. А, соответственно, в 50-м году данного тысячелетия обещают, что их будет до 71%. С чем это связывает? Прежде всего, со старением населения в целом. И на сегодняшний день можно сказать, что существует 4 ведущих вида деменции. Первая из них – это болезнь Альцгеймера. На втором месте стоит болезнь сосудистая деменция. На третьем идет деменция с тельцами леви. И на последнем – фронтотемпоральный тип деменции. Какие специалисты занимаются этим непростым заболеванием? На сегодняшний день этим заболеванием занимаются неврологи и психиатры. Крайне важным вопросом в лечении – это все-таки более ранняя диагностика. И так как заболевание развивается не в одночасье яркой симптоматикой, а постепенно появляются какие-то симптомы, то очень важно, наверное, заметить самое начало заболевания. На что нужно обращать внимание? Конечно же, это будет не сам пациент, а прежде всего его окружение, близкие и родственники. Так какие же симптомы являются тревожными в плане развития этого заболевания? Ну, на самом деле, иногда сами пациенты замечают это. Это зависит скорее от типа деменции, с которым он столкнется. Но действительно, чаще всего это все-таки будут родственники. Поскольку деменция включает в себя нарушения памяти и других когнитивных функций, то прежде всего можно заметить, что человек становится забывчивым. У него появляются проблемы с коммуникацией, с общением. Ему как сложно подбирать словак, так и иногда сложно понимать обращенную речь. И это будет хорошо заметно. У него будут проблемы с ориентацией в знакомых местах. Следующим симптомом они могут путаться во времени. То есть, причем они не помнят не только день недели, но и число могут запутаться. Могут запутаться, пользоваться часами. То есть, не понимают время, да? Да, они испытывают сложности. Либо они выбирают какой-то один вид, который для них более привычен. Например, они ищут только электронные часы. Или, например, только циферблат. И это скорее зависит от того, что было более привычно. Потому что пациенты в деменции, они как можно дольше стремятся пользоваться привычными своими паттернами поведения. Ведь деменция сопровождается тем, что человек как бы не может больше обучаться новыми. Но какой-то промежуток времени он еще может пользоваться старой информацией. Ну и тут говорят, что у заболеваний есть все-таки три стадии, да? Легкая, средняя и тяжелая. Всегда ли это прогрессирование или заболевание может остановиться на легкой стадии? К сожалению, это идет неуклонное прогрессирование. Скорее, это будет зависеть от типа деменции. И скорее, это будет зависеть от того, в каких условиях находится наш пациент. Какая форма у него деменции. Я бы так сказала. Какие-то специальные дообследования нужно провести врачу, чтобы поставить этот диагноз? Или все, в общем-то, очевидно и просто? Обычно, если такой пациент попадает к доктору, то собираются жалобы. Затем обследуется мышление, обследуется память, внимание, какие-то другие когнитивные функции. В некоторых случаях необходимо делать электроэнцефалограмму, КТ, МРТ и нейротест. Но в данном случае уже относительно последнего это уже решает специалист. В некоторых случаях это очевидно. Ну а если говорить о том, что мы вот диагноз поставили, уверены в нем лечение. Какие методы лечения на сегодняшний день? Есть ли действительно медикаментозное лечение данной болезни? Поскольку причина деменции может быть различной, то тогда скорее это лечение основных заболеваний, которые приводят к данному состоянию. И это, наверное, будет самым эффективным. Это будет как профилактика, так и непосредственное лечение. Если мы говорим о возрастной деменции, то скорее всего мы говорим о сосудистой деменции. Нужно понимать, что она смешанная деменция. И тогда нам нужно снижать риск развития всех инсультов, инфарктов головного мозга. Потому что, конечно, любое подобное действие будет усиливать прогрессирование деменции. Сосудистая, это мы говорим о том, что нарушается кровообращение головного мозга, да? Или что это имеется в виду? В целом, да. Но иногда мы еще говорим о атеросклерозе, который также поражает сосуды головного мозга. То есть он сам по себе как деменцию может вызывать, так и приводить к более грозным осложнениям, которые мы должны профилактировать. Или о чем вот шла речь про сосудистые? Когда мы говорим о сосудистой деменции, то в МКБ-10, например, есть целый раздел. То чаще всего мы подразумеваем под собой последствия артериальной гипертензии, например. Или если произошел какой-то крупноочаговый инфаркт, он мог быть как геморрагический, так и ишемический. И тогда мы тоже видим эти симптомы. Либо иногда мы не видим как таковых крупных проблем в головном мозге. Они были какие-то мелкоочаговые, иногда они даже не очень в реальной жизни были заметны. Но мы ярко видим изменения в поведении пациента с нарастанием этих симптомов. Еще мы можем говорить о уровне холестерина в крови. Но некоторые исследования говорят о том, что высокий холестерин часто сопровождается с Альцгеймером. И если говорить честно, то на самом деле очень часто бывает, что смешанный тип деменции. То есть есть как симптомы Альцгеймера, так, например, и сосудистой деменции. Поэтому здесь будут уместны оба типа профилактики. Наталья Викторовна, давайте мы сейчас послушаем ответы наших ребят. Ребята, я напомню, что вопрос у вас был о социальных факторах, которые могут влиять на развитие заболевания возрастная деменция. Кто будет отвечать? Да, Павел, пожалуйста. Значит, на самом деле социальные факторы оказывают существенную роль в развитии возрастной деменции. И эти факторы, они модифицируемые. К ним относятся низкий уровень образования. Это уровень образования, при котором обучение человека заканчивается в возрасте 10-12 лет. Также низкая физическая активность, депрессия, социальная изоляция. Низкий уровень образования способствует увеличению риска возрастной деменции более чем в полтора раза. Действительно ли это такой ранний возраст, когда заканчиваем мы учиться? Ведь у нас таких людей практически нету. Да, но тут дело в том, что именно в социально-экономически неразвитых странах там доля людей, которые не имеют среднее специальное образование, составляет около 40%. И вот как раз они заканчивают свое образование в возрасте 10-12 лет. Понятно. И это существенно увеличивает риск заболевания возрастной деменцией. Также существенным фактором является низкая физическая активность. Пожилые люди, регулярно выполняющие физические упражнения, имеют более высокий шанс сохранения памяти и своих когнитивных функций по сравнению с их сверстниками, которые не занимаются физической деятельностью. И исследования показывают, что чем чаще у человека случается депрессия, тем выше риск заболевания деменцией. Но вы здесь хотите сказать о депрессии как о заболевании или как о изменении настроения у человека плохое? Ведь мы же говорим о социальных все-таки факторах, да? Или это имеется в виду те страны, где люди страдают заболеванием депрессии чаще? Ну я имею в виду, что люди, если человек сам по себе имеет позитивный настрой, он такой более открытый, более физически активный, у него такое мировоззрение, что существенно снижает свой риск развития деменции, потому что он по-другому воспринимает мир. У него меньше отрицательных эмоций, но это все сказывается, это как совокупность факторов. И социальная изоляция, она особенно актуальна для пожилых людей. И она тоже приводит к снижению когнитивных функций и ухудшает общий эмоциональный статус человека. Спасибо, Павел. Наталья Викторовна, что-нибудь мы можем еще добавить в число этих социальных факторов, влияющих на частоту развития деменции? Я бы хотела немножко раскрыть эти факторы. Например, такой вопрос, как образование. Для нашей страны это актуально немножко в другом контексте. Очень важно, чтобы человек продолжал обучаться в течение всей жизни, чтобы он приобретал какие-то новые навыки. Так устроен наш социум, что мы вынуждены много чего приобретать, например, научиться платить за квартиру через интернет, или освоить телефон. Но еще очень важно, чтобы человек постоянно хотел чего-то учиться. И по этому поводу сейчас достаточно модное такое понятие, как нейропластичность мозга. То есть все время доказывается, что человек может учиться в течение всей своей жизни. И если вернуться к определению деменции, то это отсутствие способности приобретать новые знания. То есть человек уже больше не может этого делать. С точки зрения физической активности, я бы здесь тоже добавила, что да, действительно, люди, которые способны быть физически активными, у них позже наступают симптомы деменции, или замедляется их прогрессирование. И в этом смысле для наших бабушек и дедушек, которые ездят работать на дачу, их нельзя этого решать, их нужно всячески туда отправлять. Да, и поддерживать для многих – это очень хороший способ реабилитации. Я также хочу добавить, что с точки зрения ВОЗ утверждает, что хорошее состояние сердечно-сосудистой системы также является очень хорошей профилактикой. Причем здесь имеет большое значение, чтобы состояние сердечно-сосудистой системы было хорошее в среднем возрасте. И поэтому, если говорить о таких факторах, как, допустим, алкоголь, курение, повышенный вес, сахарный диабет, артериальная гипертензия, все это имеет значение в среднем возрасте, чем уже в более пожилом. Потому что если смотреть на людей, которые страдают деменцией, они, как правило, имеют более низкий вес и более низкие цифры артериального давления. То есть потому что в силу того, что само заболевание снижает мотивацию, часто бывает так, что такие пациенты меньше едят. Хотя иногда наблюдается и обратная тенденция. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Ребята, для вас готов уже второй вопрос, поэтому внимание на экран. Неоднократно доказано, что питание имеет ключевое значение для здоровья детей и людей пожилого возраста. Первым оно помогает расти и развиваться, служит основой для полноценного формирования органов и систем. Не менее важное значение рацион имеет для стариков. А какие основные правила и рекомендации? Ребята, для вас прозвучал второй вопрос. Готовьте пока на него ответ. Ну, а мне хотелось бы немножечко все-таки про социальные факторы поговорить еще. Мы уже много чего затронули. Наталья Викторовна, Павел сегодня уже упоминал про депрессию. Депрессия как заболевание. Как она влияет на развитие возрастной деменции? И можно ли как-то, выведя человека из депрессии, предупредить о развитии деменции? Ну, вообще существует постоянный поиск причин, почему же у одних людей развивается деменция, а у других нет. Идет достаточно много исследований. И есть интересные исследования, которые показывают, что если человек в среднем возрасте страдал депрессивными расстройствами, то риск развития деменции у него значительно выше. При этом это не говорит о том, что если человек переносил депрессию в среднем возрасте, у него обязательно разовьется деменция. Просто когда смотрели когорту в целом депрессивных пациентов, а потом смотрели через какое-то время или наоборот, у дементных пациентов рассматривали, как у них развивались и не развивались депрессивные расстройства, то оказалось, что количество депрессивных расстройств среди дементных в прошлом было больше. И это достаточно интересные данные. По-видимому, просто наши мозги сильно перенапрягаются, когда пытаются справиться с этим состоянием. С депрессией, вы имеете в виду. Поэтому, конечно, в этой ситуации обращение к специалистам самый такой важный аспект каждого человека, да? Ну и, естественно, это копинг-стратегии, которые могут справиться с депрессивными состояниями, когда они еще не столь глубокие. Учитывая характер и течение заболевания, становится понятным, что много забот ложится на плечи ближних людей, родственников. Насколько действительно вот эта правильная забота и внимание влияет на прогрессирование деменции? Я бы сказала, что здесь нужно исходить из двух компонентов. То есть, когда существует взаимодействие двух людей, надо учитывать двух людей. Во-первых, деменция – это сильно стигматизированное состояние. Люди боятся деменции. Соответственно, когда появляется дементный пациент в семье, это накладывает определенные обстоятельства на эту семью. Люди боятся, что с ними это случится. Они начинают как-то по-особому сами относиться к этим дементным больным. Тем более, что один из симптомов деменции – это изменение поведения. То есть, например, пациент может быть либо все время депрессивным и тревожным, либо агрессивным, что само по себе очень неудобно. И поэтому это нужно учитывать. Для каждой стадии существуют свои правила, которые необходимо учитывать при уходе за этими пациентами. Например, в легкой стадии – это прежде всего психологическая поддержка. Это помощь в том, чтобы лучше спланировать свой день. Это помощь в обращении с финансами. Если мы говорим о средней стадии, то здесь уже психологическая помощь, наверное, имеет меньшее значение, но большее значение уже приобретает уход. Здесь уже необходимо контролировать поведение данного пациента. И если мы говорим, например, о тяжелой степени, то здесь уже нужно подумать о том, как организовать стопроцентный уход за данным пациентом, как организовать кормление, допустим, данного пациента, удовлетворение его физиологических нужд. Для многих родственников это проблема, потому что они просто не умеют это делать. Но и опять же это контроль за поведением, потому что дементный пациент может встать и уйти куда-то. Он оставит открытую дверь, он не закроет, допустим, кран с водой и зальет соседей. То есть вот эти моменты тоже нужно учитывать. Наталья Викторовна, ну если говорить о вот этом социальной такой адаптации, скажем, то она невозможна. То есть с человеком лучше как-то ничего не произойдет. То есть это будет все со временем прогрессировать. А если все родственники – это люди работающие, которые должны ходить на работу, выполнять какие-то в своих семьях, заботу осуществлять, что в этом случае? Есть ли возможность какой-то социальной, государственной поддержки? Ну, здесь я бы рассказала вам о исследовании, которое проводилось в 14 странах европейских. И было показано, что наилучшее ощущение тех, кто ухаживал за пациентами и, соответственно, самих пациентов, наблюдалось в тех странах и в тех семьях, где эти пациенты жили не только со своим субтругом. То есть большие семьи в данном случае, они позволяют лучше себя чувствовать как тому, кто ухаживает за пациентом, так и самому пациенту. В чем это проявлялось? Потому что, во-первых, могут меняться. Поэтому, соответственно, для нашей страны, даже если мы не живем большими семьями, но мы, слава богу, поддерживаем связи со своими братьями и сестрами, тетями и дядями. И тогда, как только у нас появляется информация о том, что кто-то из наших родственников заболел, это как раз то время, когда нам необходимо все вместе собраться и обсудить, как мы будем это делать. Всегда появляется тот главный человек, который будет это выполнять. Как правило, это дети, но иногда это могут быть тети, дяди или племянницы. Важно, чтобы этот главный ухаживатель, назову его таким словом, смог хорошо сформулировать свои потребности. Например, он смог сказать, что я могу проводить с ним время с по, но мне нужен перерыв. И тогда нужно подумать, как этот перерыв предоставить. Может быть, кто-то сможет помочь финансово, и тогда эти финансы будут использованы на то, чтобы на это время нанять сиделку. Или же, например, на это время этот человек сможет организовать себе какой-то отдых. Либо это возможность меняться. Чем лучше эта семья сможет эти вопросы обговорить, тем больше вероятно, что будет меньше бремя. Кроме того, имеет большое значение это психообразование. То есть имеет психологическая поддержка тем же родственникам, которые будут оказывать помощь. То есть когда они узнают эти симптомы, то они будут знать, к чему им готовиться. Потому что иногда очень важно понять, что, допустим, тот человек, который совершил свои физиологические отправления или стал плеваться, когда его кормят, он не делает это специально. И это проявление его болезни. Потому что это помогает нам быть более доброжелательными, эмпатичными по отношению к нашим родственникам. Как же получить эту психологическую поддержку? Где это можно сделать? Ну, на сегодняшний день у нас есть телефоны доверия, есть психологи, которые могут таким образом работать и проговаривать эти проблемы. То есть это всё есть информация, которую можно найти, получить. В общем-то, помнить нужно о том, что мы не одиноки в этом мире, мы помогаем кому-то, и нам тоже помогут специалисты. Я предлагаю сейчас послушать ответ ребят на второй вопрос, который у нас был. Напоминаю, что этот вопрос касался продуктов питания, которые необходимо включать в рацион пожилого человека для того, чтобы улучшить качество его жизни. Алина, пожалуйста. Старение — это процесс физиологический, при котором происходит изменение обмена веществ, а также функциональных органов и систем. И питание играет важную роль. То есть благодаря питанию правильному, рациональному, можно повлиять на темпы, характеры всех этих изменений физиологических. Но что касается того же режима питания, то рекомендуют четырёх-пятиразовое питание. Но если это четырёхразовое питание, то тогда завтрак составляет примерно 20-25% от всего рациона суточного, второе завтрак — 15-20%, обед — 30-35%, ну и ужин где-то 20-25%. Также рекомендуют есть в одно и то же время, потому что уже к этому времени вырабатывается сок желудочный, и поэтому улучшается аппетит, потому что у пожилых есть проблемы с этим. А также улучшается сам процесс пищеварения тоже, что немаловажно. Что касается белков, то белки с возрастом они хуже усваиваются, поэтому рекомендуют снизить их потребление, ну где-то примерно до 1 грамм на килограмм в сутки массу тела. А чем мы говорим? О каких продуктах, когда говорим об ограничении белков? То есть рекомендуют больше есть рыбу, чем мясные продукты, либо это мясо какое-то, ну нежирное сорта мяса рекомендуют. Также это белки растительные, то есть это бобовые культуры, зерновые культуры также рекомендуют. Ну что касается жиров, то тоже нужно снизить их потребление, поскольку все-таки влияет на развитие того же тросклероза, то есть то, что влияет фактором деменции, что тоже немаловажно. Поэтому необходимо снизить жиры примерно до 30% от всего калорийности суточной, на не меньше 20%, поскольку все-таки ухудшается качество питания человека при этом. Также специалист рекомендует пожилым людям мысла растительные, но с умеренностью употреблять, поскольку улучшается пищеварение при этом, также считает, что доказывает антиоксидантное действие, растительные мысла, а также уменьшает процессы дегенеративных органов и тканей человека. Наталья Викторовна, есть что-то у нас дополнить? Есть ли какие-то чудо-продукты, которые все-таки пожилым людям рекомендуются? Есть очень много рекламных продуктов, которые считаются, что они будут все у нас задерживать, останавливать. Например, длительное время говорили о том, что авокадо является чудо-продуктом, но через какое-то время обычно присутствует опровержение, либо находится какой-то более дешевый эквивалент, как, например, авокадо и бурак обычный. Поэтому здесь, наверное, большее значение имеют пищевые привычки, которые формируются у человека, потому что в норме человек знает, когда он хочет кушать, он умеет останавливаться, и у него приходит аппетит к следующему приему пищи. Это, наверное, имеет более важное значение. Спасибо большое. В конце программы я хочу попросить вас, Наталья Викторовна, дать такие общие рекомендации в плане профилактики. Какой образ жизни нужно вести? Что нужно делать для того, чтобы приостановить или предупредить развитие возрастной деменции? Я очень рада, что современные пожилые люди часто посещают йогу или какую-то там гимнастику, они посещают какие-то там макраме, кружки. Имеет значение абсолютно все. То есть они осваивают, как им, не знаю, заказать там новые кусты для своего там огорода и так далее. То есть это все всегда приветствуется. Большое значение имеет общение с родственниками, да? То есть если дети готовы общаться со своими родителями, но при этом они не берут их в качестве балласта, они раньше срока не говорят, а давай я тебе куплю все продукты или давай я там за тебя все сделаю. Потому что пожилой человек должен как можно дольше самостоятельно вести жизнь. Это также является очень хорошей профилактикой деменции. Хочется пожелать еще, чтобы человек имел возможность маломальских путешествий даже на территории Республики Беларусь. Это все прекрасно, потому что, опять же, новые впечатления помогают людям приобретать, сохранять интерес, я бы так сказала, к жизни. Потому что пока нам интересно, мы в здравом уме. Спасибо большое. Алина Павелов, Наталья Викторовна, я благодарю вас за сегодняшнюю нашу программу и до новых встреч. Марк Твен, американский классик и человек с исключительным чувством юмора, считал, что мы могли бы быть намного более счастливыми, если бы рождались 80-летними и постепенно приближались к 18 годам. Тут не поспоришь. Будьте внимательны к своему здоровью, будьте оптимистичны и заботитесь о себе в любом возрасте. Не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Субтитры подогнал «Симон»